Мы заклоняем, как пышно цветет в этом году. Боже, это шапка цветов, вообще гляньте, это просто прелесть, просто прелесть. В прошлом году он менее пышно цвел, почему? Потому что я его опыляла, когда опыляешь цикламен, у него все силы уходят в семенную коробочку. В этом году он просто-просто вот такой вот красавец. Хочу показать, как я удаляю отсвевшие соцветия. Я их выкручиваю. Не обрезаю, потому что будет затмение. А я их выкручиваю. Вот, я нашла отсвевшие соцветия. Вот. И кручу в какую-то сторону. Выкручиваем. Вот. Оно открутилось возле самой цибульки, и там пенечка не остается. Никаких пенечков мы не оставляем, иначе они будут гнить, и это будет плохо для нашей луковицы. Также луковица должна быть на поверхности. То есть, если вы приносите свой цветок из магазина, и видите, что у вас луковица закопана, а она будет закопана. Почему? Потому что магазины заинтересованы, скажем так, в том, чтобы ваш цикламен у вас погиб. Чтобы вы опять и опять покупали, чтобы растение долго у вас не прослужило вам. Вот. Чтобы долго не задержалось. И луковицу надо обязательно, чтобы она была на поверхности. То есть, я просто взяла и ее откопала. Вот так вот. Раздвинула землю к краю горшку. Вот она луковичка. Вот. Вот и все. Вот такой маленький секретик. Вот такой вот у нас красавчик. Боже, я просто влюблена в этот цветок, потому что он действительно радует. Он меня радует целый год пышным цветением. Летом менее пышным, а зимой он просто... И сколько тут новых петелек, бутонов. Это все будет цветы. Какая же у меня сегодня радость. У меня распустилась наконец-то моя орхидея. На старый Новый год. 14 января. Я не смотрела, в каком она была состоянии вчера, но сегодня я просто удивилась, когда глянула. Очень долго распускаются бутоны. Видать, не хватает подсветки. Подсветки я не делаю специально. Хочу проверить, будет ли она цвести без подсветки. Потому что есть люди, которые пишут и на форумах, и в YouTube, которые подсветок не делают вообще. То есть, ну просто при жарких батареях на подоконниках у людей цветут орхидеи без всяких там заморочек. Вот. Сейчас я ее достану ближе, потому что мы с вами ничего не увидим. Цветочек распускается очень-очень быстро. И сейчас мы заглянем в серединку. Вот это старое. Вот так вот. Еще цветочек не полностью раскрылся. Моя крапуша, которая типа дикий кот. Я ее называю. Потому что она очень похожа сейчас. Вот. Красивая. Пятнистая, пятнистая. Класс. Не пахнет. Вот. Есть еще бутоны. И тут у меня один бутончик все-таки засушился. Почему засушился? Потому что я ее долго не поливала. У меня тоже были очень занятые дни накануне нового года. И я пропустила полив. Она у меня стояла засохшая. Сейчас я ее... И поэтому у меня отвалился один засох бутончик. Он был очень-очень маленький. Вот. Такая вот. Ой, губа шикарная. Такая она. Ой. Супер. Ну, с магазина, магазинные цветы были немножко больше. Этот цветочек немножко меньше. Ну, он очень пестрый, насыщенный. Класс. Первое домашнее цветение. Ну, я надеюсь, с этим у меня будет все хорошо. Продолжают лезть у меня листики. И новые. Растет и растет. Вот какой лист молодой. Еще листик начинает лезть. И этот лист, по-моему, у меня в этом году вырос. Ну, в общем, ей нравится. Вот. Таким способом она у меня стоит. Вот такие были новости со старым Новым годом. Ждем вас, друзья. Пока-пока.